Кстати о Путине. Все равно банка огурцов открыта. Было покушение, не было покушения. Слово сказано. Слово сказано. Слово сказано, и это означает, что очень многие задумаются, почему бы действительно нет. Может ли это послужить таким триггером? Если можно один раз, почему не за второй, не за третий? Именно это я и говорю. Я думаю, что информационная провокация должна этому поспособствовать. Кто может вовлечься в это? Давайте пофантазируем. Можем ли мы себе это позволить? Хоть иногда. Вот хорошо возникла оперативная пауза. Захватили даже Северодонецк. Бокс, ладно. Захватили. Даже до Бахмута дошли. Ладно. Все, все. Дальше воевать нечем. Сил больше нет. Все равно нужна пауза, перегруппироваться. Ну да, окапывайся, не окапывайся. Да, окапывайся, не окапывайся. А тут тебя обстреливают еще и приехавшие гаубицы, артиллерийские самоходные орудия, танки. Все это двигается. Ящик Пандоры открыт, он уже не закроется путем уговоров. Ну пожалуйста, не обстрелить, давайте сейчас перемирие заключим. То есть это уже не работает. В этой ситуации, если вдруг качнется линия фронта, да, вот там в Донецк начнут, а он же рядом совсем-то, совсем рядом. Ну десятки, он сколько там, участки, если по-моему говорят по пять, не берусь судить. Ну и что тогда? То есть надо на кого-то будет поражение ведь все равно вешать, рано или поздно. Путин хочет повесить на кого угодно, только не на себя. На военных так, на военных, на Герасимов. Это они проиграли, это не я. Но кто сказал, что эта ситуация не может развернуться и выгодно всем сторонам будет не повесить это поражение, если его перспектива будет неотвратимой, на самого Путина. Во всем это вот он. И Буча он, и воровство, и криптократия, и война, и все же, все не мы. И в розовых трусах даже он ходит. Все, вот все он, понимаете? И почему бы в этой ситуации действительно его не сделать крайним? И это еще и инструмент для того, чтобы устранить и сказать, ну это он все был. Ну не мы. Да, и вот он исчез теперь. Ну вот умер от рака. Вы же говорили, что он раком болен. Ну вот он и скончался от рака. А кто из гуманского рака? Да его сожгли и все, и в конце года. Вот я бы сказал, что какая-то такая схема, не примитивное покушение, а вот такая, которая была многоступенчная, находовая комбинация, она теоретически возможна. Кто на нее решится? Проблема именно в том, как они смогут, потому что по отдельности мы никого такого не видим. Это же все люди абсолютно без яиц. Ну очевидно. Ну кто? Мы не видим такого. Но вместе они как-то обретают хотя бы одно яичко. Ну спецслужбы, может быть, найдут одно яичко. Потому что сейчас же он уже больше обуза, чем хедлайнер процесса. Абуза, как это, помните, как в известном анекдоте, дедушка старенький. Старенький. Не сильно соображает. Не сильно соображает. А эта ситуация... Делает черное что? Она и не будет улучшаться, он не станет молодым, здоровым и, так сказать, как Зигфрид, с мечом Нибелунга будет, значит, такого не будет уже. Это все. Свою Волгалу он уже достиг. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, с высокой степенью реализации ситуация для него будет ухудшаться. Насколько стремительно мы не понимаем. Мы не понимаем, потому что им будут всем внушать окружение, там, от Патрушева до Герасимова, от Шойгу до олигархов, что, ребята, вам проще от него избавиться. Вы же решаете все свои проблемы. Ну да, не в один дело. Но вы же поймите, вам проще на него все поверить. Сегодня сдохнет, завтра уже будете ожидать санкции, там, строговаться и так далее. Нормально начнут разговаривать. А давайте это, давайте это. А сейчас вы что? Самолеты опять начнут летать. Конечно. Вы усыпляете только вот это вот все. А я ведь знаю, что они будут отвечать. Пока он еще жив, они будут говорить, а как мы это сделаем? Ну вы же понимаете, что это невозможно. Почему вы нам поручаете это делать? И если раньше Запад говорил, ну да, действительно, ну как они это сделают? Ну что мы от них? А сейчас они так не разговаривают. Вы видите, как они говорят? А это уже ваша проблема. Это вы думаете, как он делает. А мы не будем об этом больше думать. Мы думали долго, у нас ничего не вышло. Теперь ваша очередь. Вот я вижу за этими всеми разговорами. Блумбергу, вот мы же обсуждали, Фридман как сказал? Почему Запад решил, что мы, олигархи, крупный капитал, вообще допущены до политических решений и вообще способны чего-то здесь менять, на что-то влиять? Раньше бы ему сказали, ну действительно, как бы объективно нет таких показаний, когда они ездят в Атлантик консулами с Авином. Выступал Авин в комиссии Миллера этого. А сейчас им говорят, а нам все равно, а нам вообще до феник, как вы это будете делать? Вот поэтому он же не отходил. А хотите, так и делайте, да? Да, Абрамович начал крутиться, говорит, а я вот мирное повлияю. А пожалуйста, ради бога, давай, покажи, что ты можешь. Вот так это происходило. А не то, что вот они так сильно за мир, что они хотят восстановить войну. И они чихать хотели на всех, на тех, на других и на третьих. Они думают только о себе. Но вот их поставили в такие условия. Поэтому им еще раз, вот теперь уже устами Буданова говорят, а смотрите, как можно сделать. Да, и на Кавказ еще и все повесить. Не, ну так невозможно. А как можно, это вы уже думаете. Это уже больше не наша головная боль. Субтитры создавал DimaTorzok